ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ Наблюдаем мы очень внимательно. Боксеры наши растут, несмотря ни на что. Турнир дает большой толчок для развития бокса в нашем городе. У нас молодежь хорошая, юноши тоже хорошие. И что у нас проводится, что Тищенко турнир, что мой турнир, это идет только на развитие нашего вида спорта в нашем городе. Турнир привлекателен для боксеров хорошей организации, честным судейством и возможностью выполнить норматив мастера спорта России. Главной особенностью соревнований 2017-го – состязание среди девушек. Поединки за чемпионство они провели в трех весовых категориях. Спасибо генерации, они дали нам возможность побоксировать дома, попробовать свои силы. А так, в принципе, у вас в таких больших городах всегда, там девушек побольше. Я думаю, это у нас начало, и мы тоже будем собирать большое количество девушек. Так у нас девушки вписались в олимпийский вид спорта, в бокс, что мы вынуждены проводить соревнования. Поэтому, так как турнир мастерский, то есть статусный, соответственно, и Федерация бокса России ходатайствует, чтобы мы брали девушек. В принципе, и мы не против, у нас есть девочки, которые могут боксировать. По накалу и мастерству поединки у женщин ничем не уступают мужским. Амичка Татьяна Макарова, она в красном углу ринга, опытный боец. В финале турнира Островского в категории 61 килограмм она встретилась с молодой соперницей из Казахстана. Разница в возрасте порядка 20 лет не помешала Татьяне взять золото на домашних соревнованиях. Тяжелый был финальный, тяжелый удался. Вчера было намного легче было финальный. Ну, как считаете, за счет чего вам удалось победить? Ну, может быть, за счет опыта. Но большой прерыв был. Последний бой был в марте у меня, на России. И вот сейчас только вышла на ринг. Поэтому, наверное, было тяжело. Напряженными получились финалы и в мужском турнире. Золото в копилку команды Омской области принес Ара Габаян. Повторить прошлогодний успех и подтвердить звание мастера спорта ему удалось за счет характера. Тренировался, готовился по два раза в день. Тренировался. Все получилось, то, что намерен, ну, должен был сделать. Тренировался против левши. Думал, что в вершам попадется. Следил за боем в втором финале. Парень хороший, сильный, болевой. Ну, по-тракту показался я лучше. Для иногородних спортсменов участие в Омском турнире становится хорошей традицией. Тюмениц Руслан Хасанов в красной форме на турнир приезжает в третий раз. Был вторым, третьим и вот в 2017-м долгожданное чемпионство. Я сюда приезжаю уже третий год. Выступаю здесь хорошо. Меня тут уже многие знают. Даже местные омские ребята за меня болели. Сегодня я выиграл. Я рад. Красивым завершением турнира стал яркий финал весовой категории 81 килограмм. Под бурной овации омских трибун победителем из этого противостояния вышел Теодор Зубик. Особого плана на бой не было. Мы готовились, как обычно. Проделали большую работу. Это и помогло нам одержать победу. У тебя практически весь зал поддерживал. Это помогало? Да, это очень помогало. Я слышал каждого зрителя. Большое им спасибо. Также хочу передать большое спасибо своим тренерам. Олегу Геннадьевичу Беженкову и Сергею Николаевичу Макарию. Без них я бы не одержал эту победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин